Сегодня рано утром в Котласе горел четырехэтажный жилой дом. Пожар начался в квартире на третьем этаже. Как установило следствие, загорелся удлинитель, к которому было подключено несколько электроприборов. Теперь двушке необходим серьезный ремонт. Из соседних квартир пожарные эвакуировали 10 человек. Пострадавших нет. А в поселке Таежный Пинежского района причиной пожара в 12-квартирном доме стало курение в нетрезвом виде. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в квартире тело погибшего владельца. Деревяшку удалось отстоять. 20 октября фрукты с турецких берегов станут ближе к россиянам. Постановлением правительства разрешен ввоз в нашу страну некоторых продуктов, которые ранее попали под запрет. Речь прежде всего о цитрусовых и косточковых фруктах. Их поставки в Россию в этом году снизились почти на 10%. Санкции сыграли свою роль. Теперь список разрешенных для импорта турецких товаров заметно расширится. Свежие и сушеные апельсины, свежие или сушеные мандарины, иные гибриды цитрусовых, свежие персики, нектарины, абрикосы, сливы и терн. Постановление вступит в законную силу с 20 октября 2016 года. Турецкие поставщики этого решения ждали давно и были готовы возобновить сотрудничество. По прогнозам на некоторые фрукты цены могут упасть в среднем на 10%. Правда, на наши прилавки турецкие цитрусы попадут не так быстро. Федеральным сеткам у нас понадобится, конечно же, меньше дней, это порядка около 10. А нашим региональным торговым сетям понадобится чуть более 3-4 недель. Все это связано именно с растаможкой данной продукции. А вот турецкие томаты, огурцы, цветная капуста, брокколи и лук пока остаются под запретом, под санкциями. Пока и виноград, яблоки, груши и клубника. Эксперты предполагают, что эмбарго на эти товары будет снято после Нового года. Бывшие сотрудники муниципальных автотранспортных предприятий уже в третий раз встретились сегодня со своим работодателем в прокуратуре. Но вопрос тот же, когда закроют все долги по зарплате перед уволенными водителями, механиками и кондукторами. Все установленные сроки давно прошли, а сумма компенсации с каждым днем только растет. В марте этого года деятельность АПАПов была приостановлена, а через месяц компания объявила о сокращении штата. Единственный способ погасить все имеющиеся долги перед бывшими работниками – это продажи подвижного состава предприятия. Реализовано получается 10 автобусов на общую сумму 2 миллиона 838 тысяч 900 рублей. Тем самым мы окончили исполнительное производство. Фактическим исполнением закрыли по АПАП-1 по зарплате все исполнительные производства на 2 миллиона 816 тысяч. По АПАПу-2 у нас получается, что реализовано 6 автобусов на общую сумму 1 миллион 816 тысяч 300 рублей. В итоге остаток долга на 18 октября, то есть на сегодняшний день, по зарплате составляет 2 миллиона 23 тысячи рублей. Бывшие сотрудники АПАПов уже ждут очередные торги и надеются на то, что хотя бы до конца года с ними разряжат все финансовые вопросы. Впереди у школьников осенние каникулы. Повод не только спланировать отдых, но и вспомнить о том, что он должен быть прежде всего безопасным. Поэтому волонтеры областного дома молодежи организовали акцию «Будь осторожен». Рядом с 23-й школой они провели викторину на знание правил дорожного движения. На каких местах необходимо пристегиваться? На передних. На передних. На передних. На задних. На задних. И на водительском. Всем участникам викторины волонтеры вручали светоотражатели, которые знатоки правил дорожного движения спешили закрепить на оранцах и одежде. В последнее время стало темнеть, и водители не замечают людей, переходящих дорогу по пешеходным переходам. И поэтому очень велика опасность получить какие-то травмы. И мы хотим привлечь к этому внимание и помочь ребятам и людям, чтобы все было хорошо у них, потому что наша безопасность находится в наших руках. До конца октября волонтеры областного дома молодежи проведут акцию «Будь осторожен» еще в нескольких районах Архангельска. За минувшую неделю в Архангельске диагноз ОРВИ поставлен более чем двум тысячам детей. Показатель заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции в городе пока ниже эпидемического порога. Продолжается и прививочная кампания. Иммунизацию прошли 297,5 тысяч северян. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите. Ждем вас на Ломоносова, 154. Сейчас в Архангельске плюс 4 и облачно. К вечеру вероятен дождь. Одевайтесь теплее и не забудьте зонтики. Самые актуальные новости региона каждый час на телеканале ПЭС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова